Вечер во Владимире продолжает свою работу. И сегодня у нас на первом плане заместитель начальника отдела уголовного розыска МВД России по городу Владимиру Александр Годовиков. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. И председатель общественного совета при МВД Владимирской области Татьяна Сидорова. Здравствуйте, Татьяна. Добрый вечер. В связи с тем, что случаи мошенничества, к сожалению, как я понимаю, не уменьшаются, продолжаются. Граждане часто жалуются, мы слышим и средства массовой информации, в том числе, что очень много случаев мошенничества. Поэтому я думаю, что не лишним нам будет еще раз узнать, какие преступления совершаются и что необходимо знать нам, обычным гражданам, в случае совершения каких-либо противопорядных действий против них. Александр, первый вопрос к вам. Какие же виды мошенничества, раз мы начали говорить о них, совершаются в отношении граждан в настоящее время у нас в городе и области? Многообразие, конечно, этого вида преступлений поражает ум. Они бывают и контактные, и бесконтактные. И если мы их будем сегодня все перечислять, нам не хватит времени. А если разобрать, то это и снятие порчи, и когда приходят пребывать злоумышленники под видом различных сотрудников САБЕСа, водоканала, горгаза. Когда люди непосредственно контактируют, так сказать, с злоумышленниками. И есть, конечно же, дистанционные мошенничества. Когда люди вообще не видят даже, с кем общаются. Это за различные заказы на различных интернет-ресурсах, когда требуются те или иные товары людям. Люди переводят деньги, не убедившись в том, с кем имеют дело. Предоставляют свои персональные данные. Если гражданам приходят, то не спрашивают даже, как правило, документов, откуда, кто такие. Не звонят в инстанции и не сообщают. Соответственно, злоумышленники, как бы сказать, пользуясь доверчивостью, злоупотребляют доверием, входят в доверие и завладевают денежными средствами. Продают и мед, и масло, и различные услуги оказывают граждане. Нужно быть, конечно, внимательнее. И то, как я понимаю, как всегда один, наши граждане отстаются без своих денег, не получая ничего взамен. Совершенно верно. Татьяна, вот вы председатель общественного совета, прямо в ВДВ Вадимовской области. Расскажите, пожалуйста, вообще, чем занимается общественный совет? Ну, в общих чертах. Задача общественного совета контроль за действиями полицейских, за работой полиции, за различных ее ведомств. Это общественный контроль, в рамках которого мы наблюдаем за работой практически всех ведомств, которые находятся в нашем ОМВД. С радостью могу сказать, что мы видим много хорошей работы, мы видим много самоотверженного труда. С полной самоотдачей наши офицеры служат нашему государству, нашему закону. Но бывают случаи, когда необходимо вмешательство общественности в части помощи полиции. Вот, допустим, в части помощи в привитивных мерах по борьбе с мошенничеством. Потому что размахи таковы, что если мы это все отдадим на откуп только офицерам полиции, офицерам служащим, то мы, конечно же, ничего не сделаем. Нужно всем миром бороться с этой проблемой, которая сегодня у нас поглотила наше общество. Александр, начал рассказывать про порчу и так далее. Как-то не вяжется человек в форме, с погонами и про какую-то порчу рассказывает. Ну, на самом деле. И ведь очень много людей верят, платят деньги и остаются без своих кровно заработанных. Вот, кстати, Александр, если проанализировать все эти преступления, о которых мы говорим, все виды мошенничества, о каких можно видах преступлений говорить, что они самые сложные в смысле, чтобы найти преступника, чтобы раскрыть это преступление? Ну, мошенничество, оно сам как вид преступления очень сложный в раскрытии. Но в любом случае мы стараемся, раскрываем эти преступления. Все сложнее, конечно, это дистанционно раскрыть то или иное преступление. Потому как злоумышленник находится в одном субъекте Российской Федерации, а потерпевший, допустим, находится у нас в городе. Есть же нормальные живые примеры, когда мы задерживали злоумышленников с различных субъектов нашей Федерации. И с Сибирского федерального округа, и с Приволжского федерального округа. Привозили людей, которые сейчас находятся в местах лишения свободы. Некоторые ждут суда, некоторые уже осуждены. Поэтому раскрываем мы эти преступления. Но это нужно время. А если нужно время, соответственно, это потеря определенной информации. Если совершено преступление, гражданам нужно будет бдительно относиться. Но уже если совершено, машинного времени нет, назад не вернуть. Нужно собрать полностью весь пакет документов. Это и детализацию приложить непосредственно. И с расчетного счета, с банковской карты, движение денежных средств, с кем общались, с какое время. Чем больше информации человек предоставит, тем будет проще, конечно, работать для полиции. Стараемся, раскрываем эти преступления. Но не все получается, как хотелось бы. Татьяна, вы заговорили о превентивных мерах. Если мы заговорили о дистанционном, о дистанционных видах мошенничества. Здесь что делаете? С людьми разговариваете? Каким образом? И разговариваем с людьми, выходим во дворы и в аудитории особенно. Но молодежь, где она? Больше, конечно, в интернете попадается. На каких-то продажах, да, вот, Александр? А пожилые люди, конечно, больше по телефону. Но мы можем сказать только одно, что если вдруг вы почувствовали что-то, какой-то подвох, что-то неладное, вы позвоните своему участковому. Сейчас на сайте ОМВД есть полностью весь список наших участковых. Есть их телефоны, сотовые. Если не найдете, можно обратиться в ближайший опорный пункт. Вам подскажут. Больше доверяйте полиции. И у нас с вами вместе все получится. Вместе с полицией. Ну вот, смотрите, с одной стороны, да, больше доверяйте полиции. С другой стороны, очень много граждан приходит, если говорить о контактных видах мошенничества, под видом. Ну, в форме, слава богу, не ходят. Или и в форме бывают. Ну, мы уже затрагивали. Я уже объяснял то, что приходят под видом и бургаза, и водоканала, да. Вот здесь как же... Ну, конечно, не в форме, как правило. Ну, да, представляются сотрудниками. Да, обмен денег, там, какая-то социальная помощь. Вот здесь как же быть? Что вообще никому не верить? Открыл дверь, стоит незнакомый человек, дверь закрывает. Ну, во-первых, нужно спросить документы. Как правило, это люди ходят к потерпевшим пожилого возраста. Это люди социально слабо защищены от этого вида мошенничества. Они доверяют, конечно. Они привыкли, они выросли в тот промежуток времени, когда была открытость, была честность, порядочность. А сейчас этого нет. И люди пользуются этим, злоумышленники, по крайней мере, прибывают и обманывают таким образом. Вам положено, образно, как пример, вам положено социальное выплата, тысячу рублей. Ну, у нас только пяти тысяч, но вы не сможете разменять? Сможем. Разменяли деньги, при этом злоумышленнику показали место нахождения денежных средств. Соответственно, потерпевшую тем или иным образом отвлекают. Как правило, может быть, два человека, три человека. Или даже один отвлекает, другой потихоньку проходит и ворует, крадет эти деньги. Вот таким образом. Это как пример. Продают и мед продают, подсолнечное масло. Поэтому, граждане, ну, надо быть внимательнее и осторожно с незнакомыми вам людьми. А если дистанционное, если мошенничество осуществлено дистанционным образом, я знаю, что очень часто люди даже не обращаются с заявлением в органы полиции, думая о том, что, ну, где их найдут и так далее. Вот действительно ли находите, я понимаю, с одной стороны, да, раскрытие сложное, но тем не менее. Есть такие тоже примеры. Когда мы сами находим потерпевших и спрашиваем, почему они обращались. Некоторые люди говорят, да, стыдно. Стыдно обращаться, что я попал в такую вот ситуацию. Человек сам себе не хочет, ну, общественность видеть, чтобы люди видели, что оказался в дураках, грубо говоря. Прошу прощения. У нас есть звонок зрителя, давайте его выслушаем. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Меня вот тоже Татьяна зовут. А скажите, вот говорим, все, раскрываем, раскрываем. А то у нас в Владимирской области конкретно есть какие-то примеры, чтобы вот прям раскрыли мошенников каких-то. Спасибо за ваш звонок. Громкое дело. Есть, есть, есть и такие, да. Есть преступления, которые мы тоже раскрыли. В начале этого года мы раскрыли преступления, когда злоумышленники были из Самары, они звонили и представлялись сотрудниками правоохранительных органов, непосредственно инспекторами ГАИ, что сын, внук попало в ДТП. Вот этих граждан мы задержали, вот они сейчас находятся у нас под стражей. Задержали также еще одну группу товарищей, которые у нас были из Сибирского федерального округа, также раскрыли преступления. Тот же сын попал в беду, внук, родственник. Также раскрыли. Раскрыли непосредственно. Карта заблокирована. Тоже задержали людей, которые тоже находятся у нас в местах лишения свободы. Следствие ведется, я думаю, что люди будут наказаны. Вот, кстати, как много эпизодов, как правило, совершают такие мошенники. Ведь это не единичный случай, как я понимаю, ни одному человеку они позвонили. Нет, ну вот в первом случае нами доказан 21 эпизод, в втором случае 10 эпизодов. Суммы большие? Сумма варьируется от 15 до 200 тысяч. То есть очень приличная сумма. Что нужно делать гражданам, если они знают, что в их отношении совершено какое-либо противоправное действие? Вот каким образом нужно себя вести? Собрать непосредственно пакет документов, детализацию звонков, с кем общались, сколько общались, распечатать движение денежных средств, где переводили, в какое время, предоставить все правоустановленные документы, и сообщить в полицию, конечно, прийти, взять себя в руки, хладнокровно отнестись к этому. То есть не стыдиться. Кстати, от ущерба, если обмануть могут и на тысячу рублей, как я понимаю, и на 100 тысяч, если ущерб не очень большой, имеет смысл идти в полицию или нет? Скажите. Я считаю, что да. Системность, как правило, дает нам зацепку на то, чтобы выйти на злого машинников. Если человек совершил раз, и определенные там свои махинации, свои махинации или приспособления, которым он пользовался, они просто исчезли, мы их не знаем, как найти, то при системности, как правило, мы будем знать, где находится злого машинника, и даст возможность нам его задержать. Татьяна, вы как считаете, любой человек может попасть на удочку мошенника, или все-таки есть люди, которые могут просчитать любого мошенника? Конечно, есть. Но лучше всего у нас настолько большой рынок предложений, и товаров, и услуг, и государственных услуг, и социальных услуг. Что лучше, конечно, обратиться напрямую к людям, конкретным, которые находятся у нас по указанным адресам на всех сайтах города, и узнать об этих услугах у других наших граждан. Но и опять-таки, если вы в чем-то сомневаетесь, я всегда говорю, что участковые и полицейские будут рады общаться с нашими гражданами. Этого общения не хватает у нас. Это возможность, по крайней мере, не только за мошенничество пообщаться, а узнать вообще, что граждане думают, какое их мнение полиции. Потому как наши двери открыты, мы открыты перед общественностью. Благодаря общественности, мы поддерживаем и в глазах страны, и людей должны выглядеть. Не нужно бояться идти к своему участковому и обращаться к нему по какими-то вопросами. Если у вас по каким-то причинам очень ограничен круг общения, лучше выберите для этого общения своего участкового. Там очень много работает хорошей молодежи, по-настоящему хороших, интересных, молодых ребят, девчат, которые в будущем, может быть, станут и такими звездными нашими полициями. Время-то, Татьяна, я знаю, что достаточно загружены ребята. Время-то у них есть на общение? Найдут. Если гражданин обратился не просто пообщаться, а по какой-то своей проблеме, которая связана, скажем там, с вопросом недоверия к каким-то структурам, полиция будет очень радостной пообщаться. Или время найдет, или придет даже. По пути от объекта к объекту может полицейский поговорить. По крайней мере, мы сколько приходили, даже просто с проверками, как простые граждане. Всегда полиция находила время и нам отвечала на все наши вопросы. Очень терпеливо, вежливо и обстоятельно. Ну, а если участковая, я думаю, будет даже проходить мимо этого подъезда, мошенники уже вряд ли пойдут. Ну, по крайней мере, в данный момент времени. У нас есть еще один звонок зрителя. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А вот что делать? А вот если что делать? Скажите, пожалуйста. Вот звонок в дверь и говорят, у вас счетчики плохие по воде, надо их поменять, проверить. И нагло прут в квартиру. И соседа вот у меня, деда, на 15 тысяч взяли и вот раскрутили. А участковый у нас, кстати, очень хороший, Артем. И он занимается, и беседы проводит. И всем старикам, и даже не только старикам, всем говорит про этих мошенников, и что делать, и беседу. Нет, участковый у нас хороший. Спасибо. Спасибо большое. Вот видите, и знают своего участкового, да, и общаются с ним. Очень приятно. И ваше, да. Вот относительно вопроса. Что делать, если там звонят в дверь? Нужно ли... Да просто не пускать этих людей или сообщать сразу про охранительные органы. Если вы видите на пороге своего дома, что пришли люди, пытаются вам что-то навязать, сообщите просто по 02 в дежурную часть, скажите, ко мне пришли подозрительные люди. Мы, соответственно, оперативно выделимся и посмотрим, что это за люди, что они представляют. Как правило, это носит гражданский правовой характер все те отношения, когда просто навязывают определенные счетчики, те же самые, как сказал сейчас гражданок. Ну, как я помню, с одной стороны мошенничество, с другой стороны, привлечь к ответственности достаточно сложно, потому что человек сам отдал свои деньги. Они же будут на чем стоять в показаниях своих? То, что мы продали, мы предоставляем услуги. Не надо на это тоже реагировать. А если вы видите, что на пороге не только привлечься, допустим, со счетчиками, неважно, с медом, и цыгане, и в париках ходят, и переодеваются эти граждане, сообщайте сразу в дежурную часть, смело набирайте, говорите, какие-то подозрительные ходят под окнами, стучат в квартиру, звонят и так далее. Мы оперативно отреагируем на любое сообщение. Вот, кстати, Александр, скажите, насколько наши граждане активны, как много поступает вот таких вам сообщений о подозрительных личностях, и как часто это действительно оказывается, что личности действительно подозрительны, и они действительно что-либо совершали противоправно? Очень мало, на самом деле. Очень мало кто обращается и сообщает нам о том, что в подъезде или около дома подозрительные люди. Есть люди, которые сообщают, мы выдвигаемся, оперативно задерживаем, и даже были случаи, когда раскрывали преступление, задерживая таких граждан, да, возможно, не смошенничество, но совершенно с другим преступлением. Проверяем человека, а человек оказывается в розыске за преступление, которое он совершил там три или четыре года назад кражу. Мы раскрываем. Пожалуйста. И все-таки благодаря кому? Необходимо быть бдительными и не бояться сообщить полиции о том, что что-то не так в вашем подъезде. Вы, кстати, а если вернуться к интернет-мошенничеству здесь, как обезопасить гражданам себя, чтобы не попасться на уловки мошенников? Потому что интернет-мошенничество это просто бум сегодняшнего дня. Ну, ни в коем случае не делать предоплату. Предоплата – это первый признак того, что вы имеете дело с мошенниками. Во-вторых, это обезопасить свои персональные данные и доступ, как к компьютеру, так и мобильного телефона, планшета, есть и антивирусные программы. Когда у нас присылают вредоносные программные обеспечения, переходя по ссылке, гражданин получает себе вирус. На телефон, допустим, или компьютер. Через телефон, если подключен к определенным... Привязан, если, допустим, абонентский номер к банковской карте, то, соответственно, седьмой деньги. Подоленым доступом. Кстати, если вы говорили о том, что есть много раскрытых дел, каким образом возмещается причиненный ущерб гражданам, пострадавшим от данного велопреступления? Как правило, люди, которые попали к нам в поле зрения и уже находятся в местах не лишения свободы, а находятся арестованными, они сами первые изъявляют желание, чтобы не получить реальный срок. Потому как в большинстве средств это преступление не носит тяжкий характер. И по возмещенному ущербу они получат срок намного меньше. Если ущерб уже невозможно возместить, то есть они получают в соответствии с законодательством, в соответствии с уголовным кодексом Российской Федерации. То есть, несмотря на то, что интернет, мошенничество, достаточно тяжело сложный в раскрытии, реально и найти мошенника, и возместить гражданам причиненный ущерб. Если граждане будут вовремя реагировать... Это не всегда... Ну, вы делали. У нас буквально пару минут остается. Татьяна, вам буквально минутка, чтобы вы порекомендовали нашим гражданам, для того, чтобы не попасться на удочку мошенников. Потом вам прям минутку дам, Александр. Советуйте с ближними, с домашними, с соседями, с теми, кого вы хорошо знаете. Если вам позвонили в дверь незнакомые люди, старайтесь сразу не открывать. Скажите, оставьте свой телефон, вам перезвоню, и обязательно пообщаемся по этим вопросам. Уверяю вас, по этим телефонам вы их не найдете. И, соответственно, позвоните сразу же в полицию, участковым, просто 02. Ну, и будьте внимательны к тому, что вам предлагают. Скорее всего, что вы всегда будете обезопасить сами себя, если будете просто внимательнее относиться к тому, кто вам предлагает и что-то предлагает. Спасибо большое. Напоминаю, наши гостия Татьяна Сидорова, председатель общественного совета при ОМВД Владимирской области. Татьяна, спасибо вам. Александр, ну, как я понимаю, да, в тесной связке с общественным советом, хоть они там и следят за вашей работой, но тем не менее дружить. Мы радостно наблюдаем, радостно наблюдаем. Минутку, у вас буквально, да, для наших граждан. Граждане, будьте бдительны, осторожны, не доверяйте никому из неизвестных вам граждан, и будете счастливы, что не попали на удовольствие машины. Спасибо большое, спасибо большое за вашу работу. Напоминаю, что наш гость сегодня, заместитель начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по городу Владимиру, Александр Годовиков. Александр, спасибо вам. Спасибо. Спасибо.